Хороший мальчик Даже в самом злом человеке есть добро Разной степени трудности Для выпускников школ, интернатов и детских домов Этот период труден и сложен вдвойне От того, кто окружает ребенка в этот период Какую поддержку оказывает Зависит успешность его самостоятельной жизни Хороший мальчик Один из способных ребят Среди остальных он выделяется умением слушать учителя И понимает, быстро схватывает Я его допускаю ко всем станкам Он такой серьезный мальчик Чувствуется, хорошие у него будут задатки Блад живет в интернате чуть больше года Он приехал в школу за сутки до своего дня рождения Сильно хочется, думаю, чтобы со всеми братьями и сестрами Обратно повидаться хорошо Мечтаю то, что мы обратно станем семьей Что нас родители заберут Чтобы снова стать одной семьей Влад решил хорошо учиться Теперь в дневнике ни одной тройки Таких успехов до того, как он попал в интернат не было Только здесь выяснилось, что Влад Очень способный в математике, географии, технологии и физкультуре Все родные навещают Бабушка, дедушка, тетя Мама с папой навещают Я им рассказываю, как неделю провел, как отучился Вот, они меня хвалят Для него эти встречи очень важны И больше ради них Хорошие оценки в дневнике В этом интернате живут дети-сироты И оставшиеся без попечения родителей Влад уже взрослый И понимает, что теперь он сам в ответе за себя А еще за младших сестру и брата, которые живут в детском доме И кажется, он уже нашел выход С Владом мы говорили на эту тему У нас в этом году, в начале года, появился человек, который хотел его взять в семью вместе с братом Но Влад был категорически против Он сказал, что наставник мне нужен Я буду общаться Он очень привязан к своим родным Это в первую очередь бабушка, мама, сестры, братья А вот на такой контакт, как с наставником, он очень согласен Прикоснуться к истории войны Пораскапывать Вдруг повезет бойца найду какого-нибудь Влад репетирует сборы в свой самый первый настоящий поход Он сам попросил взять его в поисковую экспедицию вахты памяти Поедет на места сражений советских войск Второй мировой войны Он уже умеет ставить палатку, разводить костер и искать воду Если все запасы кончились Он вообще-то мечтает стать бойцом спецназа Потому что мужественнее профессии, чем это, как он считает, нет Но даже не сапоги и припасы для Влада В походе самое главное Говорит, и без этого можно обойтись Совсем плохо будет без друзей Если у тебя опасность, чтобы они помогли тебе, спасли тебя Они бросили, как трусы Я помогу Когда вот у других беда будет людей Я помогу На Влады в интернате всегда могут рассчитывать не только воспитатели Он помогает младшим делать уроки Всегда первый, если нужно что-то отремонтировать, просверлить, повесить Он искренне верит, что добрые дела делают людей лучше Такая вот взрослая философия 13-летнего мальчика В них что-то бывает, хоть они и злые, но в душе где-нибудь, глубоко в душе есть добрая частичка Даже в самом злом человеке есть добро Влад мечтает быть похожим на своего кумира, биатлониста Антона Шипулина Влада пока нельзя назвать самым спортивным учеником Но не в этом дело Он восхищается Шипулиным не только за его победы Смотрю биатлон и он тоже, ну, иногда бывает первый приезжает, но не огорчается из-за этого Он уже работает над собой И мне захотелось его увидеть Потому что он выносливый, терпит всякие разлуки С родными также уезжает Вот, и хочу сильно на него быть похожим Он отличается от детей Ну, значимо отличается от тех детей, которые живут здесь давно Этот ребенок все равно домашний, семейный И вот я хочу, чтобы у него появился такой человек Который бы его брал в семью Показывал, как вести быт Как ремонтировать что-то Как вести хозяйство Потому что, когда дети изымаются из семьи Они теряют эту возможность получения такого опыта социализации в семье Как мы ведем хозяйство Как мы ходим в магазин, покупаем продукты Как мы вообще планируем свой бюджет Они этого не получают в наших учебных заведениях И вот если появится такая семья Желательно, конечно, чтобы был хозяин в семье Чтобы Влад учился вот именно вести хозяйство Для Влада наставник это шанс не только разобраться с тем Куда бежать и что делать, когда придет время поступать в институт Или получить совет в обычной бытовой ситуации Он считает себя ответственным за своих братьев и сестер И решил, что в будущем станет для них самым близким и главным помощником Поэтому сейчас самое время ему научиться у кого-то быть взрослым и самостоятельным Другом и наставником выпускников школы-интерната номер один можете стать вы Звоните 20 68 68 или 42 36 52 Или заполните анкету на сайте www.наставник43.ru Специалисты полностью вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника Для создания видеоанкет и для обучения наставников нам необходима финансовая поддержка Помочь проекту можно, отправив смс со словом «наставник» на короткий номер 3434 Стоимость смс 50 рублей